Так, ну что, ребят, обзорчик небольшой нашего забитого холодильника. Как вы знаете, мы были в Волмарте, в Костка, закупились. Папа почему-то сюда йогурт поставил. Это, это, что? Больше некуда. Да, ребят, у нас забито все. Вот папа купил сливки свои и йогурт манговый. Он ему нравится, он его до этого еще пил, он ему очень нравится. Вот это, ребят, еще не открывали. Кимчи. Мы первый раз взяли кимчи. И вот видите, спайси написано, острый. Мы до этого брали. Как там было написано на нем? Мелл? Не помню. В общем, не очень острый. А вот это спайси, это очень острый. Волв, посмотрю, что он там делает. Там какая-то жесть, вообще, у меня дети в ванне. Молоко. Раз, два, три, четыре. Вон там пятый галлон. Мы четыре купили, один у нас просто был еще. Это мясо, мы просто будем жарить мясо. Романтик устрою, я поэтому его здесь оставила. Все остальное, половина мяса, которое мы взяли в костку, половина в морозилке лежит. Так, дальше, смотрите, капуста. Раз, капуста вон там два. Она мне не влезла в овощи. Посмотрите, что с булками случилось. Только посмотрите. Мы, короче, их прижали. Что? Все нормально? Посмотрите, как их с одной стороны прижало. Такие булочки, вы знаете, они такие классные, воздушные. Ну, в общем, как-то будем их выпрямлять и делать хот-доги. Так, вино, пиво. Так, дальше, что там? А, там то, что было. Вот эти вот купили упаковку йогуртов. Это вот одна большая упаковка была. Там получается 3, 6, 6, 12 штук. Так, что у нас есть еще? Это листья для цезаря. Там, бумс. Так, листья для цезаря. Вот это кукуруза, половина кукурузы, которую мы взяли. Половину мы будем сегодня жарить. Что мясо, что вот это. Вот это вот сейчас пожарим вечером. А вот это вот мы будем уже в следующий раз. Дальше. Вот это вот, помните, паста вот эта вот с грибами, которую мы купили. Вот она, она. Я ее уже вытащить, вытаскивать ее не буду, потому что я ее еле впихнула, честно говоря, туда. А это куриные ножки. Это я буду запекать. Куриные ножки в духовке на системе гриль, чтобы они такие были с картошкой. Так, что еще? Так, просека. Дальше. Вот это вообще я сейчас еле открою. Здесь у нас яблоки, мандарины. Яблоки разные. Галла. Галла мелкая, галла крупная. Мандарины крупные и мелкие. А, нет, это, по-моему, только крупные, костовские. И зеленые яблочки. И там еще эти. Как они выставили? Лайм. Лайм, лайм. Ну, остальные, да, по-другому все покажу. Дальше. Вот это вот у меня здесь помидоры. Там, слушайте, ну это вообще я еле, честно говоря, все это впихнула. Там. А, там эти кабачки. И вот это вот, ребят, тут не знаю, видно, нет. У меня там помидорки черри, я их вот так вот запихиваю туда. Ну, в общем, сначала, наверное, вот эти съедим, потом до черри дойдем. Ну, черри, на самом деле, мы только в салаты используем. Цезарь, например. Хотя малыши так едят. Так, здесь у нас что? Колбасный сырный отдел. Сыр моцарелла. Вот такой вот большой пакет. Это на котлеты, нарубленные куриные котлеты. Это было. Это вот купили, честно говоря, ребят, еще не пробовали. Вот этот сыр, не знаю, вот кто знает, скажите, вкусный. Нет, выглядит, честно говоря, такого морковного цвета. Ну, не знаю, чеддер, что ли. Посмотрим. Дальше вот такие вот теста. Такие вот штучки, их прям несколько штук. Видите, взяли разные. Вот еще какие-то. В общем, честно говоря, я не знаю, чем они отличаются. Я еще не читала вообще там инструкцию к ним никакой. Вот это вообще брали в русском магазине, правда, брали давно. Будем делать с картошкой, селедка обыкновенная. Но все, честно говоря, никогда до нее руки не дойдут. Потому что едим только мы с Вовой. А мы на себя лично, отдельно, как правило, ничего не готовим. В основном стараемся готовить то, что будут кушать, ну, хотя бы половина семьи. Дальше колбаска. Это у нас еще оставалось. Это точно такая же. Лев, колбасу купили, запросил? На этой твоей. А, молодец. Так, а вот этот вот... О, Господи, так его же надо вообще достать и выбросить. Я думаю, что мне места-то мало. А вот это вот нормальный сыр, который мы до этого брали. Мы вот этот всегда брали. А вот этот, его, в общем, не было. Взяли вот этот. Ну, упаковка, в принципе, отличается. Ну, не знаю. Вот этот очень вкусный. Костка берем. Вот это я не знаю, ребята. Это Вова все это ест в Филадельфии. Какие-то сыры. Так, это масло. Ирландское масло. Сливочное, наверное. Ну да, сливочное. Так, дальше. Что у нас здесь есть еще? Ой, у меня холодильник запищал. Так, а это сосиски. Тоже еще пока не открывали, не пробовали. Ну, в общем, будем открывать, пробовать. Вот с этими вот нашими помятыми булками, ребят. Ну, расскажем. Вкусный или вкусный. Так, ну, здесь ничего, в принципе, не добавилось. Только вот эта вот сальса какая-то добавилась. Чеснок, мой любимый. Ну, в принципе, все. Дальше. Морозилка. Фарш положила сюда. Он еще не замерз. Буду делать из него котлетки напополам с индюшачьим фаршем. Он у меня тоже, по-моему, там, внизу. Да, вон он, у меня индюшачий фарш. Тоже Костовский. Вот такой вот очень хороший фарш. Мне он очень понравился. Эта рыба, это была. Так, это мясо. Замороженное. И вот этот фарш, он замерзает. А вот это вот мясо, которое, оставшееся мясо, которое мы сегодня не съедим, не пожарим, будем в следующий раз жарить. Ну, здесь, в принципе, ничего не прибавилось. Дальше. Лепешки наши любимые вот замораживаются. Мы вообще любой хлеб, весь вообще хлеб, который у нас существует, мы стараемся держать в холодильнике. Более того, в морозильной камере. В холодильнике, который стараемся использовать, ну, сразу он лежит обычно в обычном отделении. А все остальное лежит у нас всегда в морозилке. Вот эти вот булки Костовские, которые мы покупаем всегда в большом количестве, они у нас всегда лежат в морозилке. Достали в микроволновочку, все готово. Это тоже те самые лепешки. Ох, ну что там опять? Что-то там опять. Смотрите, это у нас креветки, тоже замораживаются у нас креветки. Девчонки пасту из них делают. Что-то, может быть, еще придумают, кроме пасты. Дальше, смотрите, грибы набрала, нарезанные шампиньоны. Я их расфасовала вот по таким вот мешочкам. Честно говоря, их лучше замораживать вот так вот, знаете, чтобы быстрее оттаивали. Лучше замораживать не вот таким, знаете, вот таким вот куском, а вот так вот расфасовывать их вот так вот пластиком. Вот таким, тогда они очень быстро будут размораживаться. Ну, я, честно говоря, так уже их. В общем, несколько таких вот у меня мешочков получилось. Вот раз, два, три, четыре, пять. Половина такие, которые с темными шляпками, и половина с белыми шляпками. Это просто на какие-нибудь блюда, например, в духовке, там что-нибудь с мясом, с картошкой, грибочков. Туда насыпать лучком, с сыром сверху, и няшка будет. Так, все, здесь все. И у нас то, что у нас не влезло в холодильник, у нас влезло сюда. Там у нас картошка. Высыпаем сразу ее. Вон там картошка, оставшиеся яблоки, которые не влезли в холодильник, они здесь. И авокадо. Вот Вовка любит свои авокадо. Вот видите, вот они тоже у нас лежат здесь. Яблоки, авокадо и картошка в одном контейнере. В общем, куда не влезло. Это я, честно, ребят, я не знаю, что такое Вова это ест. Вот форм, который нам вообще не зашел. Взяли в код, как это давно, и так он, знаете, у нас и лежит. Вот, ну никак он нам не заходит. Никому, причем, ни одному человеку. Это, господи, как они, начис, начис. Так, это у меня вот эта банка с артишоками у меня перекочевала сюда, потому что она меня раздражает в холодильнике, а ее почему-то никто не ест. Ну, в смысле, Вова ее ест, но сейчас пока не ест, я ее обратно убрала. Так, это у нас мука. Ребят, не знаю, эту муку еще не пробовала. Ну, она вроде как хорошая, ну, бест так бест. Ну, посмотрим, насколько она хороша. В Костка не стала брать, потому что там, ну, мега огромные мешки. Ну, я столько не пеку, конечно. Так, дальше мандарины оставшиеся, которые тоже не влезли в холодильник. Еще одни мандарины. Ну, все, все остальное я вам уже показывала. Все. Ну, и макароны. Вов, а где макароны? У Лёвы уже. А, у Лёвы. У Лёвы под столом. Сейчас посмотрим, кстати, что там еще у Лёвыка под столом. Вов, ты посмотрел, там вода у них не перетекла. Да, хорошо. Наверное, понятно. Так. Лёвик, я к тебе на минуточку. А, так тут ничего. Это папа принес сюда только макароны. Вот эти вот наши, вот, в последнее время наши любимые макароны, которые мы в Костка теперь закупаемся. Итальянские макароны, еще и органик. Вот, ну, очень они нам понравились. Ну, здесь, в принципе, вы знаете, ничего нового не пей. О, нутелла почему-то здесь. Почему она здесь? Ну, ладно, пусть здесь будет. Попкорн еще. Ребята, вот такой вот попкорн берем постоянно. Вот здесь мы его один спрятали, один расфасовали. Мы две упаковки взяли. Все, вроде бы больше ничего. Сахар и все то же самое. Ну, да, только попкорн, макароны, нутелла. А, сок еще яблочный. Что-то разлили. Ай-яй-яй-яй. Что случилось? Вот так вот. О, баба. Что, не пугай меня. Что? Что? Ну, что? Ну, что? Ну, что? Уйди, там все плохо. Она пошла смотреть, что там за жизнь. Вова, блин. Сори. Сори. Ну, блин, ну, Вов, ну, даже рядом был. Кать, что наделали, а? Ребята, вы знаете, мне очень понравились вот такие вот тряпочки в Волмарте, которые я купила. Я их уже просто развернула все, поотрезала все вот эти вот этикеточки с них. И просто вот тряпочки. У меня тут дети уже порастащили. Их тут гораздо больше. Вы знаете, очень понравились. Прям впитывают хорошо. Прям очень классные. Видите, Лавруша у нас тут с этими тряпками играет. Спорт тащил меня. А вот Катя играет. Купсиков. Постелили мы девчонкам коврик. Но вы знаете, надо еще один, короче. Я, честно говоря, думала, они не влезут сюда. Два у них ванны поменьше, чем наша. Но, в общем, надо еще один. Я думала, вот он как-то не влезет. Нет, в общем, будем еще один такой же покупать, чтобы они два одинаковых лежали, как в нашей ванне. Правильно, да, уже не еще. Девочки. Мы желаем с папой вам гуднайт. Бабуль. Я тебе не бабуль, я пока маму лишу. С красанчиками шлифанить. Ой, это у них там будет. Лиза, сейчас ты пойдешь детьми сидеть. Так, герлс, давайте гуднайт. Have a good dream и так далее. Без кукурузы обойдетесь. Девочки, да замолчите в ужин. Заколебали, а. Левка, кукуруза? Купаем. Господи, она вот, ну ничего не ценит. Ну, мы тогда на следующие гости, мы ждем. Чили пить. Сейчас кто-то пойдет с детьми сидеть. Лиза. Тише, тише, ребята, тише. Сейчас пьют, а не пьют. Такое ощущение, что вы не воду пьете. Да не говори. А это, ну, это психосоматика. Мы, главное, с папой пьем вино вообще. Хоть бы смешно было. Грустим, они пьют воду и радуются. А Мара, ведь мы даже воду ценим, нам ничего большего не надо. Ржотец какой-то. Они ржут, они сильно смеются. Они сильно смеются, хорошо. Они не сильно смеются, они ржут. На камеру сидят, а потом папа говорит, конь ржет. Конь ржетин, да. Слушай, дети уже, Лиза, смолчит уже. Помните, я нечего-то человеку. Что ты запридумывала? Я запридумывала. Чтобы Лёвика напугать в детстве? Да, она меня Лиза постоянно в детстве пугала. Тетя Бутя? Не, не тетя Бутя. А кем? Да замолчите вы, господи. Что-то наши девочки, жизнь и Покен. Я расскажу, что ты хотела тебе Бутя. Мама такая, это Лёвика, ты мой пугалась? Да ладно. Что? Она как-то не слышала. Да нахрен, короче. Не получилось, не заладилось. Что-то пошло не так. Да. Что-то пошло не так, да? Да. Это госуслуги. Вообще госуслуги не самая сложная программа. Я скажу так. По сравнению с некоторыми другими, да? По сравнению с некоторыми американскими программами госуслуги просто... Фигня какая-то, да? Просто мы не сразу привыкли, а вот американцы вот так живут и мучаются с этим. Сейчас выдаем свое кровавое мясо. Мы любим Атайки, которые потеряли браслет в бассейне в России. Потому что ты нас назвал мой. А это моя игра была. Так, это было бы... Мы не скоро ведем. Мы не скоро ведем. Какой ведем? Рассказываю историю. Итак, мы пошли... Я не была, как себя оттуда. Тише. Говорите, что потом... Мы поехали с папой в отель. К дедушке. К дедушке, но мы остались в отеле. Там в бассейне были браслеты, ключи к шкафчикам. Они были такие синенькие все. Они, короче, были, знаешь, как... Когда одеваешь на руку, он полупрозрачный. И если он падает в воду, он такой, ну, немножко голубоватый и прозрачный, как силиконовый. А, ну да. Его не видно. Короче. Но когда он падает в воду, его не видно. И я придумала... И шишку. Я решила с Лёвиком кидать в эту воду. А бассейн, где решили, если ты в дом, чтобы ты понимала? Тише. Господи. Маш, Маш, Маш. Маш, верю на двуках. И я решила, и вот я говорю, Лев, а давай его кинем в бассейн. И будем его утикать. Постойм, реально, они начнут просто в своё поле футбольное. Короче, пару раз они его нашли, а третий раз нет. Нет, они его ни разу не нашли. Ни разу не нашли. Искали мы, уверишь, нет. Я думаю, всё, Хана, придётся платить штраф. А там электронный, поэтому надо прислонять. Там не ключик, а надо прислонять. Маш, сейчас ты пойдёшь здесь к ней сидеть. Собака дорогой. А его ещё надо заплатить штраф, если ты его поделил. Они в очках его, наконец-таки, нашли, Пауль, мы ныряли все втроём. Просто Пауль, мы охренели. Это папа, наверное. Папа нашёл, по-моему. Папа, по-моему. У нас даже фотография есть. У нас есть видосы, да. Кстати, я сейчас покажу этот видос. Как мы это делали. Матюшка, у тебя что, сохрани? У тебя какая память на телефоне, а? Не память с ними, но, по-моему, вечно. Обалдеть, у меня вообще минимальная память. А у тебя небольшая память. У тебя небольшая. Правда, я точно знаю. Это мой бывший телефон. Но у папы что-то вообще прям какая-то бескрайняя. Мама дорогая, у тебя видосы, ты ещё... Почти два мая недавности. Да. Слушай, это всё, что я тебе присылала, что ли, из отсюда? Слушай, покидай мне их, пожалуйста. Ну, да заснулся. Ну, да заснулся. Короче говоря, вот это вот они и вот они. Это вот бассейн такой. Видишь? Короче, он огромный реально просто. И он, видишь? Баш, пожалуйста. А ты говоришь, полгода такой синяя. Все, тише. Смотреть. Вот, вот. Макаки потеряли. Потеряли. Тише. Покажи, покажи. Как мы это будем взять, мне непонятно. Я пытаюсь сверху его найти, собственно. Видишь, как-то далеко. Он реально, он огромный. Вот это я им купил очки, а они в очках теперь плавают вдоль бассейна. Нашли бассейна. Серьезно. Видишь, он какой на русле показал? Да, он прозрачный. Он полупрозрачный голубой. Боже мой, еще маленький. Ну, какой маленький? Два года назад. Да, маленький. Вот Машка на лошадке, на агатике. Машка на коне лезет. У меня-то с тебя послушала лошадка. У тебя этих лучших дней было. Ты в каждый день, по-моему, там говоришь. Это был самый лучший день. У нее была, ну и тренировка была, реально там у меня каталась. Вот это вот. Девочка ее обучала. Оставь мне, пожалуйста, завтра этот телефон, ладно? Вот Машка, вот смотри, какие фотки. Вот где такие фотки? Я знаю. Левка, поешь, мы с тобой катались? Покажи. Покажи. Покажи, где на Москву-сити стоит. Вот мы забираемся наверх, вот мы и едем. Калина, Калина. Тише. Это Калина, да. Что за Калина? Кто это? На Москву-сити. Это Лоте-плаза, нет, это Лоте-плаза. Это не на Москву-сити? Нет, Москва, это мы были в самом, в самом крутом 65-м этаже. Я помню. Помнишь? Сейчас я покажу. Это одна Москва-сити. Ну подожди, ты не мотайся так быстро. 65-й этаж. Ресторан, я не забыл, как он называется. 66, 66. М? 66. Или нет, 69. Это 69. Суп какая близость. Ты, ну и ты сделал… …свишно. Так вот, анорексия болеет. Да не похожа ты тут на анорексию. Вот он салат себе взяла. Вот комплекс нахер. Какое было самое первое слово в ее основной реке? У мамы было… У мамы новогодние… Боже, это ну что? Помните? Да. А что ты упаковывала, Катюха, там? Комплекс наш. А, да. Сейчас мы закупаем тюмоту. Бассейн тоже. Ты что, ностальгия, что ли? Ну нет, ну красиво, как все равно. когда сюда попадут красный кругу в ресторане так не делать придерживаешь наливаешь и потом вытираешь а почему тогда ты так делаешь сам по-босяцки по-домашнему не вот так и заматывать я всегда думала что это типа вообще для особой такой по-босяцки думал так ребят смотрите вот так заматывать чтобы капелька просто салфетка обыкновенная и газбудриника и на пушка пристигает будет красные пятна мошенок монтирует суши это слышал что ребят сказать что у них у них сын в 15 лет монтирует до трех утра ходит потом она садится и за сорок минут монтирует у меня вот так два ролика вообще получается есть дом не ну я источник скажет очень монтирует давайте уже сидит уже ночью как обычно мы типа вдвоем сидим у нас типа романтика он плохо заряжаться ты не представляешь на пенсию я думаю когда мы их выгоним из дома уже вот вы потом смотрите мы можем поможем типа мы хотя бы на видео вдвоем сидим мы сами снимаем а вы типа мы вдвоем и типа вас нет вообще выйти да отличная идея лис желательно прямо на работу заработать прямо на работу примените мое слово они пожалеют о этих собак а вот вот как мама говорит вы потом вспомните мои слова как бабушка будут писать фотографии это обезьяна у меня нет слов мси пишет такая семья золотая счастливый вы видите роза кровь ничего не имеют что ли ценят ты ничего не ценишь почему не припёрся и тусуются наши вечеринки у нас романтик мы сделали это событие вечеринкой было бы скучно вот перекати поле бы катилась тишина бы была у нас до вас не было перекати поле и после вас не будет сколько маме было когда я родилась когда я родилась мамина логика 23 мне было когда ты родилась 23 года я тебе родила 23 Машу 25 Лёва 27 Мама такая говорит сколько мне было когда я родилась но не все по ее логике давайте пожать химоплохим вас вы прекрасные вы прекрасные за камерой рот закрой в комнате и жири главное не кушай кто жири тебе это сказал встаем встаем я сказал что я сказал что я сказал что я залпанулись я хотел я всегда говорю хватит жрать я говорю простите нет я никогда не говорю вообще такого я говорю хватит жрать вы жирете много я могу сказать ну и дежави что я пью я не знаю что кто пью сегодня мы или они что такое чилл я только не поняла чего чилл 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 я пошутил очень красиво мальчик красиво всем смешно погонится же на тебя там пишут за молчите вы пожалуйста уже заколебали правда момент сегодня романтик блин решили с папой тут устроить романтик лёва нажми на кнопочку на пульте пожалуйста не надо зачем просто на кнопочку на серединочку нажми спасибо тебе большое все поели попили да вот так вот мы и проводим романтик майамский романтические вечера так воспитываешь воспитываешь растишь их растишь так вам привет лавруша иди и димаш иди быстрее следующий ты пойдешь сейчас доржешься ты пойдешь так скрип и 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